Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Жангарова Жуля, я руководитель Музея-Центра Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Очень рада вас приветствовать в этом видео, в этот замечательный день. Сегодня Всероссийский день библиотек, с чем я вас очень поздравляю. Поздравляю наших читателей, поздравляю своих коллег. И сегодня наша библиотека подготовила интереснейшую программу для вас, в которую входит онлайн-крип, онлайн-экскурсия по-другому, по следам публички. Сегодня мы с вами узнаем историю перемещения публичной библиотеки. Так как публичная библиотека появилась аж в конце 19 века, ее история перемещения очень большая. Библиотека очень часто приезжала, пока для меня не построили специальное здание, в котором мы сейчас находимся. Также, благодаря этой дискурсии, мы узнаем не только про перемещения библиотеки, но и про город Челябинск, про историю его зданий, про историю личности города Челябинска. Рассказ будет интересным, я надеюсь, что вам понравится и предлагаю начать. Сейчас я продемонстрирую вам презентацию. И будем периодически мы заходить в Яндекс.Карты, где будем наблюдать, смотреть на дома, на расположение домов. То есть мы сегодня в прямом смысле сможем прогуляться по Челябинску, только в виртуальном режиме. Ну что ж, давайте начнем. Первый дом, в котором размещалась публичная библиотека, это здание городской управы, или дом купца Сапожникова. Михаил Сапожников был купцом, имел свой каменный двухэтажный дом, в котором было 8 жилых комнат. В 1790 году городовой магистрат проводит сбор денег с городских сослов и Челябинска на покупку дома Сапожникова. Дом покупают, и там располагается Челябинская шестиклассная дума, городовой магистрат и Сиротский суд. Дом находился на улице Уфимская, дом 10. Улица Уфимская в настоящий момент это улица Кирова. В 1850-х годах случился пожар, в котором пострадала часть здания, но в целом дом сохранился. И в 1850-60-е годы примерно во дворе дома построили пожарный сарай, то есть ангар, в котором находились повозки с пожарным насосом и бочки с водой на телегах для тушения пожара. А на крыше дома соорудили вот такую пожарную куланчу. Городская дума находилась в здании Сапожникова до 1011 года. Именно в этом здании размещалась библиотека с 1898 по 1900 год. Дом Сапожникова или здание городского права находилась в переулке между улицей Уфимской и Азиатской. То есть сейчас это улица Кирова и улица Елькина. Предлагаю вам посмотреть на Яндекс-картах. Вот улица Кирова и улица Елькина. Переволок между этими улицами это улица Карла Маркса и улица Камуни. Думаю, где-то из этих двух переулков и находился дом Сапожникова. К сожалению, его снесли в 1924 году. Есть фотографии примерно 1905 года, на которых виднеется пожарная куланча за мебельной торговлей. Вот этот дом был зарегистрирован как на улице Уфимская, дом 8, а дом Сапожникова был улица Уфимская, дом 10. Следующим домом для библиотеки стал общественный дом по улице Ивановской. В настоящее время это улица Турда. Дом с адресом улицы Турда, 94, был снесен в 1985 году. Он находился напротив магазина Стахиевых, в советское время более известным как табачная фабрика. На фото гимназисты около здания общественного дома, гимназисты реального училища. То есть в этом здании также находилось некоторое время реальное училище. Дом с адресом улицы Турда, улица Кирова. То есть вот здание концертный зал именно Тракопевой Турда 92А. Где-то здесь находилось это здание Турда 94, может быть здесь, к сожалению, точных данных нет. Но дома с адресом Турда 94 сейчас 14 лет. Этот дом, картина и галерея Турда 92А. Возвращаемся к нашей презентации. Еще одно здание, еще один дом, в котором размещалась некоторое время библиотека. Это дом мещанина Петра Ивановича Ивановича Ивановича. Известно, что это дом Ильиних. Но неизвестно точно, неизвестно его имя и фамилия. То, что это дом мещанина Петра Ивановича Ивановича Ивановича, это мое предположение. Потому что, сейчас я объясню. Сначала покажу, где находился этот дом. Дом находился напротив здания, напротив здания торгового комплекса Европа-Азия, нынешний торговый комплекс. Находился он где-то здесь. Наверное, я думаю, все-таки ближе к перекрестку. То есть, наверное, вот в этом месте. Почему? Я думаю, что здесь есть вот такая фотография. Вот дом Ильиних. А здесь виднеется ограда Свято-Троицкого храма. То есть, вот этого. Вот Свято-Троицкий храм. Я предполагаю, что здания находились где-то здесь. Вернемся к вопросу, почему же я думаю, что это дом Петра Ивановича 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 Ивановича. Недалеко от Свято-Троицкого храма в 1883 году, на уже упраздненном кладбище, построили церковь с престолом во имя святого Симеона Верхотурского. Это был первый храм в Челябинске, посвященный российскому святому. Симеон Верхотурский, это наш уральский святой, прослуженный небесным покровителем всего Урала и Сибири. И вел строительство Свято-Симеоновского кафедрального собора, как он сейчас уже называется, как раз Петр Иванович Ильиних. Благодаря за свои труды, он был похоронен за алтарем. Именно по этой причине я и думаю, что это дом Петра Ивановича Ильиних, так как Свято-Симеоновский кафедральный собор находится в достаточно близком Вот Троицкая церковь и вот Свято-Симеоновский собор. Ну, это мое предположение, конечно. Надеюсь, что оно верное. Вот так выглядел собор Раньше Вот так Собор Свято-Симеоновский кафедральный собор выглядит сейчас. Следующее здание Это дом Круглова. Находится оно на улице Сверинга 7. К большому счастью здание сохранилось. Дворовое место, на котором в настоящее время находится этот дом в середине 19 века принадлежало купцу Андрею Андреевичу Матавилову. В конце 19 века его сын продал этот участок Павлу Васильевичу Круглову, который построил этот дом в 1901 году. Двухэтажный каменный дом. В нем были зарегистрированы агентства Северного банка Кушерский и Часовой магазин Верха. На дореволюционном снимке на этом можно разглядеть также вывеску монофакторного магазина и также здесь какое-то время располагался шляпный магазин Модный Север. Так выглядело здание во время того, как в нем размещалась библиотека. Это тыл с 1924 года по 1963. Снова обращаемся к нашим Яндекс.Картам. Очень удобный панорамик. И вот этот дом. В целом оно мало чем отличается от того, что было раньше. Здесь есть табличка «Дом Бестонга Круглево». В это же время, когда мы находились в здании на улице Северного 7, мы находились еще в одном помещении. Двухэтажный дом типа итальянского палацена улица Пушкина 15. Дом был построен примерно в 1894 году на углу улиц Мастерской и Исецкой. В настоящее время улица называется улица Пушкина и улица Карла Маркса. В 1893 году отставной поручик Антон Жемчужников приобрел снежные дворы у Павла Петровича Полежаева и Матрёны Егоровны Кашириной. Дом был построен вот примерно в 1894 году. По поводу того, кто такой отставной поручик Антон Жемчужников нет точных данных, но есть предположение, что это сын генерала Аполлона Аполлоновича Жемчужникова, который служил полковником в отдельном Оргенбургском корпусе с 1841 года был назначен начальником штаба сибирского корпуса. В 1901 году в ведомостях имя Антона Аполлоновича Жемчужникова было зачеркнуто и вписан почетный гражданин Михаил Иванович Морозов. В 1902 году в здании размещалось челябинское отделение Глазбанка. С 1913 года в доме Морозова разместилась торговая школа, которая там находилась до 1919 года. Публичка размещалась в этом здании в 1930 году и занимала первый этаж. Это современная фотография. Морозова помещений Морозова Очень красивый каменный дом, видишь, что он еще пристоит очень долго. В октябре 1948 года библиотека получила еще одно помещение по улице Цвилинга 31. Там находились некоторые отделы, например, такие, как абонемент или отдел иностранной литературы. В этом помещении библиотека находилась до 1963 года. В этом доме, который, к сожалению, не видно иди деревьев. В 1960-70-е годы библиотека располагалась в еще одном здании на улице Пушкина 66. Здесь был обмен на резервный фон. Здание очень необычное. Построен в 1954 году архитектором Мачаловой. Дом как бы нарочно выставляет свой угловой эркер в два этажа. Круглый, висящий на улицу. Пушкина 66. Сос 6. Вот, как и с вами. 1963 год. Публичка наконец переезжает в специально построенное для нее здание. Улица Ленина 60, именно в этом здании сейчас находится личная библиотека. Фотография открытия, на которое пришло более 1000 человек. Это была огромная радость для всего города, конечно же, в том числе и для самой библиотеки. Улица Ленина 60, но опять же здесь, к сожалению, практически не видно. Там, потому что высокие деревья, наша любимая библиотека. Но на данный момент публичная библиотека принимает 3 помещения. Второе здание находится на улице Механической, 57. Здесь находится отдел депозитарного хранения. Я бы тоже прогулялась на улице Механической. Так, по всей видимости, здание здесь мы тоже не увидим. А может быть, это оно. Очень похоже на правду. Третье здание, третий дом публичной библиотеки находится на улице Цивенка 61. Здесь располагается Центр межкультурных коммуникаций. Здесь располагается Центр межкультурных коммуникаций. Центр межкультурных коммуникаций переехал в это помещение совсем недавно. Но уже успел обустроиться и стал самым притягательным местом. Одним из самых притягательных мест. На этом наша экскурсия подходит к концу. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое, интересное для себя. Когда я занималась этим мероприятием, на самом деле было безумно интересно узнать историю города, историю зданий, историю людей, которые здесь когда-то жили. Конечно, участие в библиотеке в этих перемещениях сыграло большую роль. Спасибо вам большое за просмотры. Пишите свои отзывы, комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, что вы покажете это видео, может быть, кому-то из своих друзей, близких людей, чтобы они тоже немножко прониклись в культурном челябинском истории города. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи.